МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В это день 19 сентября 1852 года в журнале «Современник» появилось первое произведение Льва Толстого «Повесть детства». 19 сентября 1943 года во время Великой Отечественной войны началась партизанская операция «Концерт». Партизанские войска на оккупированных территориях парализовали железнодорожное сообщение. В этот день 19 сентября родились Никита Демидов, внук основателя Великой династии промышленников, крупный заводчик и покровитель наук. Генерал от инфантерии Павел Цицианов, один из самых успешных полководцев Кавказских войн, который вероломно был убит под Баку. И воспою тот славный час, когда, почуя бой кровавый, на негодующий Кавказ подъялся наш орел двуглавый, когда на телеке седом впервые грянул битвы гром и грохот русских барабанов, и в сече с дерзостным челом явился пылки Цицианов. Эти восторженные строки в честь полководца написал великий русский талант Александр Пушкин. Чем же заслужил таких слов генерал Цицианов, живший и воевавший в эпоху Суворова, Румянцева и Ушакова? Павел Дмитриевич происходил из грузинского рода князей Цицишвили. Семейство это давно перебралось в Россию, спасаясь от турецкого владычества. Род Цицишвили не был особо богатым, и по его традиции Павла готовили к военной службе. Павел начал службу в лейб-гвардии Преображенского полка. Молодому офицеру было с кого брать пример. Во время войн с Турцией он служил под командованием самого Суворова, в том числе во время штурма неприступной крепости Исмаила. Генералиссимус не раз отмечал талант и энергичность молодого офицера. Сражаться решительно, как Цицианов, это наказ Суворова времен польской кампании. Но настоящая слава ждала Павла Дмитриевича на Кавказе. Османская империя и Персия уже долгое время пытались подчинить себе мелкие кавказские ханства и княжества. А это прямая угроза российским владениям. Под их прицелом была и Грузия, родина Павла Дмитриевича. Уже в 1783 году был заключен Беоргиевский договор между Россией и частью Грузии. Теперь защита Древнего Царства ложилась на плечи России. Однако в этот же период наша страна была втянута сначала в войну с Турцией, потом в Швеции. Таким образом Грузия на время лишилась поддержки. Персия воспользовалась этим и атаковала. Тифлис на Нидбилиси был подвергнут разгрому. Храмы разрушены, оставшиеся в живых обращены в рабов. Узнав о погроме, государь Екатерина II немедленно объявила войну Персии. В состав Кавказской армии на правах главного проэкспедиционной политики вошел и Павел Цицианов. Зная кавказский мандалитет, он умело склонял местных правителей поддерживать российский поход против Персов. Но смерть императрицы и воцарение Павла I не позволили завершить поход. Армия была отозвана, Павел Дмитриевич объявил об отставке. Но вот с воцарением Александра I вновь политика поменялась. Грузия вошла в состав России, и молодой император отправил туда Цицианова, знатока Кавказа. Свою позицию Павел Дмитриевич нередко формулировал так. В Азии все убеждения и переговоры – суть ничто, а сила – все. Такой силой на Кавказе должна стать только Россия. Такими методами и стал действовать генерал, когда был назначен главнокомандующим в Грузии. При непосредственном участии Цицианова к России присоединились многие мелкие ханства и княжества, а местным векам, князьям и ханам присваивались российские офицерские звания. Если дипломатия решить вопрос не получалась, то Цицианов показывал силу. В 1804 году он осадил Гинджу, столицу одного ханства, и сумел провести штурм так, как завещал Суворов – быстро, решительно и не без хитрости и обманных маневров. Успехи Павла Дмитриевича не остались незамеченными. Например, за подчинение кенжинского ханства Павел был удостоен чина генерала от инфантерии. Но не забывал Цицианов и о созидании. Он приложил руку к восстановлению Тифлиса после разрухи. К сожалению, Цицианову недолго удалось наслаждаться плодами своих побед. Он долго пытался убедить бакинского хана Хусейна Кули перейти на сторону России. Хан как будто подался уговорам, но во время торжественного вручения Цицианову ключей от Баку Павла Дмитриевича застрелили, а его голову отправили персидскому шаху. Хусейн Кули торжествовал недолго. Вскоре его ханство было захвачено Россией. Но жизни одного из самых успешных русских командующих на Кавказе было уже не вернуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова